Человеческое тело У человеческого тела есть подвижный и прочный остов из костей и хрящей — скелет, созданный с таким совершенством, что перед ним бледнеют все творения рук человеческих. В отличие от стального каркаса здания, человеческий скелет подвижен. Движение осуществляется с помощью суставов и сухожилий. Для того, чтобы избежать нежелательного трения, движущиеся части должны быть смазаны. Машины, изготовленные человеком, приходится смазывать извне. Но человеческое тело смазывает себя само, вырабатывая желеобразную жидкость в нужных количествах и везде, где это необходимо. Да, человеческое тело — изумлительная машина. Рука, например. Наверное, самый совершенный из всех существующих инструментов. Правда, человек сконструировал механическую руку, которая может выполнять некоторые задания. Скажем, перемещать небольшие контейнеры с радиоактивными материалами. Но механической рукой нельзя оперировать или рисовать. Рука человека способна совершать все это и тысячи других сложных процедур. Несомненно, человеческому телу необходимы были именно такие руки. Но одна ли только необходимость была причиной их возникновения? В человеческом теле есть и химическая фабрика, гораздо более сложная, чем любая из построенных человеком. Химическая фабрика нашего тела превращает пищу, которую мы едим, в живую ткань, составляющую основу роста всего организма, мышц и кожи, кровеносных сосудов, костей и зубов. Наше тело способно даже ремонтировать само себя, когда оно повреждено или поражено болезнью. Съеденная пища преобразуется в энергию, позволяющую нам работать и двигаться. Топливая пища сгорает в печи нашего организма и высвобождающаяся энергия приводит в движение механизмы тела. Эта внутренняя печь согревает нас зимой. Даже в холодную погоду, наше тело иногда снабжается теплом с излишком. В таком случае вступает в действие охлаждающая система тела. Влага испаряется через миллионы потовых пор в коже. С помощью испарения охлаждающая система нашего тела способна некоторое время предотвращать перегрев, даже при такой температуре, которой достаточно, чтобы испечь кусок мяса. В нашем организме есть автоматический термостат, который регулирует и подогрев, и охлаждение, поддерживая постоянную температуру в 36,6 градуса. За исключением тех случаев, когда повышенная температура необходима для борьбы с болезнью. Этот автоматический термостат находится в мозге. Мозг — центр сложнейшей вычислительной системы, неизмеримая более совершенной, чем лучшие из созданных человеком компьютеров. Вычислительная система нашего организма обрабатывает миллиарды бит информации и рассылает во все концы тела приказы, контролирующие каждое действие, вплоть до незаметного движения век. В большинстве вычислительных систем информация передается по проводам. В нашем теле роль проводов играют нервы, несущие информацию, принимаемую и посылаемую мозгом. Однако в мозгу одного человека таких проводов, этих электрических схем, больше, чем в самой крупной современной компьютерной сети. Да, удивительная вещь — этот мозг. Вот даже сейчас, когда вы смотрите этот фильм, вы видите по существу при помощи мозга. Хотя информация, разумеется, поступает через другое замечательное устройство — человеческий глаз. Современная фотокамера действует на основе того же принципа, что и человеческий глаз. Так же, как и в глазу, в камере имеется линза, с помощью которой устанавливается резкость поступающего изображения. Когда мы фокусируем камеру на каком-либо предмете, а затем меняем расстояние между камерой и этим предметом, изображение расплывается, и мы должны снова навести резкость. В фотоаппарате резкость устанавливается рукой, а человеческий глаз делает это автоматически. Сильные глазные мышцы тысячи раз в день изменяют фокусное расстояние в наших глазах, а мы даже не задумываемся об этом. Отверстия, открывающиеся в объективе фотоаппарата, называются диафрагмой. Диафрагму можно открывать шире или уже, регулируя количество света, поступающее в камеру. В глазу функцию диафрагмы выполняет зрачок. Он автоматически регулирует количество света, поступающего на нервные окончания глаза. Чем темнее вокруг, тем шире раскрывается зрачок. Чем больше света, тем зрачок становится уже. Глаз передает в мозг не черно-белое, а цветное изображение. Причем изображение не статичное, оно движется как в фильме. И это не немой, а озвученный фильм. Знаете ли вы, что звуки, которые вы слышите, повторяются маленьким и совершенным музыкальным инструментом, находящимся у вас в ухе? На самом деле, рояль производит лишь звуковые волны. И только когда эти волны достигают нашего мозга, мы слышим звуки. Пианист нажимает на клавиши. Клавиши заставляют молоточки ударять по струнам. И струны начинают вибрировать. Каждая вибрирующая струна заставляет вибрировать таким же образом окружающий ее воздух. Эти колебания воздуха или волны улавливаются внешней частью уха. Затем поступают в слуховой канал, откуда косточками среднего уха передаются в ушную улитку, формой напоминающую закрученную морскую раковину. Если бы можно было развернуть ушную улитку, мы увидели бы инструмент, напоминающий фортепиано. Но гораздо более совершенный, потому что в нем более 24 тысяч струн. Когда играют на рояле... Ушная улитка пересылает эти сигналы по нервам в мозг, где мы и воспринимаем их как звуки. Внешняя часть нашего уха окружена воздухом, но ушная улитка наполнена жидкостью. А передача звуковых волн из газовой среды в жидкую — одна из сложнейших проблем в науке. В нашем ухе эта проблема находит великолепное решение. Среднее ухо содержит две диафрагмы, необходимого размера, и три связующие косточки, обеспечивающие точнейший механический баланс. Эти крохотные косточки — именно то, что позволяет нам правильно слышать. Но всего удивительнее, что размер этих косточек не изменяется со дня нашего рождения. У взрослых людей и у детей они одного и того же размера. Пока мы растем и развиваемся, растут и развиваются все кости нашего тела, кроме слуховых косточек. Они уже полностью развиты к моменту рождения. Может ли подобное быть чистой случайностью? Человеческое ухо воспринимает необыкновенно широкий диапазон звуков. Мы способны слышать рёб реактивного самолёта и шелест листвы. А с помощью специальных приспособлений мы можем услышать даже биение человеческого сердца. Сердце — маленький мышечный насос, прогоняющий кровь по кровеносным сосудам, длина которых составляет тысячи километров, а кровь доставляет питание и кислород во все уголки нашего тела. Каждую минуту сердце перекачивает примерно 5,5 литров крови, а количество крови, прошедшей через сердце одного человека за сутки, превышает объём 40-200 литровых бочек. За всю нашу жизнь сердце перекачивает столько крови, что ею можно было бы наполнить колонну автоцистерн длиною более 100 километров и совершает при этом 2,5 миллиарда ударов без единой остановки на ремонт. Да, человеку дано удивительное тело. Руки. Инструмент непревзойдённой точности. Маленький музыкальный аппарат, способный различить более полутора тысяч звуковых оттенков. Кинокамера, автоматически контролирующая резкость и диафрагму. Чудесный маленький насос с почти безграничной работоспособностью. Встроенная вычислительная система, превосходящая по сложности все существующие и поддерживающие тело прочный, но подвижный скелет из костей и хрящей. Да, человеческое тело – чудесная машина. И совершенство её само по себе заставляет нас задуматься. Могло ли нечто столь сложное, эффективно сконструированное, возникнуть случайно? Могли ли сами по себе возникнуть, например, часы? Сразу в готовом виде? Нет, конечно. Все мы знаем, что тут потрудился часовщик. Человеческое тело сложнее всего, что когда-либо было создано человеком. Что же оно возникло само по себе, случайно, без конструктора, без создателя? Поразмыслите над этим. Субтитры создавал DimaTorzok